Как вы можете оценить все эти обращения, вот то к Путину, то к Бастрыкину, чтобы они вмешались в ситуацию. На ваш взгляд, это что, защита от такого правового беспредела. Но я, кстати, сразу вам скажу, что поступило новое видеообращение, свежее сегодняшнее. На этот раз кандидат исторических наук, археолог, дочь Нияза Мажитова Альфия Султанова обратилась напрямую к Владимиру Путину. Она заметила, что до этого обращалась к радио Хабирову, но это оказалось бесполезно. Цитата. «Вы получили свою порцию любви от народа на концерте 26 января, но для народа эта неделя оказалась очень тяжелой. Продолжаются аресты, появились первые жертвы». Конец цитаты. Ну вот видите, люди пилируют опять к Владимиру Путину. Тут ли это адресация? Да. Но я отмечу такую вещь, что этих обращений становится все меньше. Меньше. Да. Ну то есть, единичные они есть. И судя по всему, происходит процесс понимания, что Владимир Путин, ну образный Владимир Путин, будем говорить о федеральной власти, вполне себе одобрительно относится к тому, что делает Хабиров в Башкирии. И вот здесь очень важен процесс того, насколько сейчас будет отождествляться в сознании населения республики Хабиров, Путин и федеральная власть. У нас, простите, через 42 дня выборы Путина. Ну, будем называть вещи своими именами. Не выборы президента, а выборы Путина. И это некий референдум, референдум доверия. То есть, понятно, что кандидаты уже выстроились в очередь отзывать свои кандидатские удостоверения. И в этой ситуации, если за эти 42 дня придет осознание у населения, что Хабиров это и есть Путин, но только для Башкирии, а Путин здесь не панацея и обращаться к нему бесполезно, и он ничего не сделал, потому что судить будут по делам. Если Путин ничего не сделает в отношении Хабирова в ближайшие 42 дня, то вывод будет сформирован в большой массе населения, что Путин вполне устраивает то, что делает Хабиров. А то, что делает Хабиров, категорически не устраивает население, и дальше будет третий вывод, что тогда нам не нужен такой Путин. Вот этот вывод, самое опасное, что может случиться для Путина в этой ситуации. То есть, в какой-то веке появится причинно-следственная связь. Да. То есть, как бы они ни боролись с появлением причинно-следственных связей, в данной ситуации здесь Башкирия, она будет появляться существенно быстрее, чем обычно. Потому что вот все эти обращения, все эти апелляции, все эти надежды на то, что, ну, все-таки царь увидит, и федералы увидят, к нам приехала следственная группа, главное следственное управление, она занимается вот этим вопросом, вот этих беспорядков в Баймаке. Продолжение следует...